Дорогие друзья, здравствуйте! С вами Футбольное обозрение и я Евгений Монархович. Нашу передачу мы начинаем из Козинок, со стадиона Полесья, где в полуфинале чемпионата района по футболу встречается команда Мозорского, нефтепроводящего завода и команда монтажника. Начать нашу передачу мы хотим чемпионата Мозорского района по футболу, масштабному соревнованию, которое по традиции проходит у нас осенью. Как и положено турниру, подобной категории вначале проходила предварительная стадия, а после финальный этап раунд-плей-офф, в котором непосредственно и разыгрываются медали, а также звание сильнейшей команды Мозорского района. Приятно отметить, что на турнире в числе участников футболисты и тренеры в разные годы прошедшие структуры футбольного клуба «Славия Мозорь» или являющиеся ее членами на сегодняшний день. В частности, полуфинал, который проходил на стадионе Полесья в Козинках, и в котором встречались сборные нефтепроводящего завода и команда «Монтажник». Плюс к этому некоторые игроки команды НПЗ, а именно Александр Чуп, Валерий Новоселов, Кирилл Муравьев и Леонид Лавренчук играют за монтажников второй лиги чемпионата Республики Беларусь. И еще стоит обратить внимание, что у монтажника тренер из футбольного клуба «Славия Мозорь» Вячеслав Федорович Шевчик, который в структуре клуба готовит команду 2000 года рождения. В общем, вокруг матча было много разного антуража, и с его первых минут на поле велась напряженная, но в целом корректная борьба. Кстати, раз мы уже заговорили о влиянии «Славии Мозорь» на полейский футбол, недавно подростковая команда 2002-2003 годов рождения физкультурно-спортивного клуба «Урожай» Мозорского района выиграла республиканское перенство, по сути дела, чемпионат страны среди юных сельских жителей. И к этому грандиозному успеху в полной мере причастен футбольный клуб «Славия Мозорь», так как тренировал юношескую сборную ФСК «Урожай» Александр Анатольевич Циблиенко, тренер нашего футбольного клуба. А в составе победной дружины были пять воспитанников «Славии Мозорь». Данил Кухарев, Алексей Анучко, Денис Ореховский, Никита Семененко и Максим Лапчик признаны лучшим игроком нашей команды. Хотелось бы отметить, что «Славия» всегда с нами сотрудничала, потому что здесь работают и находятся там, где мы находимся, тренировал Циблиенко, Буравлево, а у нас с ними теснейший контакт. И вот результат этого контакта – победа на республиканском уровне среди сельских жителей, где мы достойно представляли Мозорский район и Гомельскую область. Но следует отметить еще, что это была очень трудная победа, потому что она прошла сито отборочных игр. Потом зоны были, потом и сам финал. И тоже мы играли в финале с командой сборной Гродненской области и на их родине. Поэтому фактор своего поля играл большую роль, и нам было очень довольно трудно. И тем весомее и приятнее осознавать, что мы все-таки выстояли, победили в Гродненскую область со счетом 2-1. И в этом заслуга большая тренировка Циблиенко Александра Алексеевича. Ему огромное спасибо. Ну что же, еще одна победа, к которой, еще раз повторимся, в полной мере причастен – наш футбольный клуб «Славия Мозорь». Но вернемся к матчу сборных нефтепорабатывающего завода и Мозорского монтажного управления, которые обороли за выход в финал. Поначалу, кстати, преимущество временами значительно имели нефтяники, но оборономонтажники и в первую очередь их блестящий голкипер Игорь Барботкин не позволяли открыть счет в матче. Постепенно игра выровнялась, и монтажник, гонимый вперед своим наставникам, Вячеславом Федоровичем Шевчиком, стал больше времени проводить в атаке. Стали появляться опасные моменты у ворот сборной Мозорского НПЗ. И вот однажды, когда нефтепоработчики сфалили вблизи своей штрафной стандартное положение, вызвался исполнять Олег Ратченко. И есть первый гол в этой игре. Гол в чем-то неожиданный, но гол, несомненно, заслуженный. До перерыва счет больше не менялся. А после небольшого антракта команды продолжили игру. И что только не предпринимали футболисты Мозорского НПЗ, чтобы сравнять счет в этом матче. Как они, игроки этой команды, атаковали. Все силы, кажется, были оставлены на поле, но монтажник тоже не лыком шит. И надежно обороняясь, игроки этой команды не забывали об атаке. Тоже, как и соперники, играли самоотверженно, и финальный свисток зафиксировал их победу. Итог этого матча 1-0 в пользу монтажника, который стал финалистом чемпионата Мозорского района по футболу. Тренер сказал начинать с обороны, потому что погодные условия повлияли на это. Хотя, если бы и сухая погода, да, мы играли бы вторым номером. Да, у них владения мячом, мне кажется, было больше. Но по моменту, я не знаю, мы свой реализовали. А у них был, нам повезло, короче. Но у нас, мы свой реализовали, момента не нет. Этот полуфинал можно назвать досрочным финалом. Или кто-то из другой пары ДСК Мозорсоль может зайти на вершину педестала почета по итогам чемпионата Мозорского района по футболу. Конечно, я не знаю, конечно, как они там играют, но мы проиграли уже в группе ДСК 1-0. Хотя там у нас было и преимущество, и все. Ну, футбол такая штука, что, как говорится, может и правда идет сильнейшим. А вообще, ну, мне кажется, четыре команды, которые в полуфинале, они равны. И встретятся сильнейшие в финале. В финале монтажнику придется соперничать с командой Мозорсоль, которая в другом, тоже упорнейшем полуфинале, одолела все-таки команду ДСК. В начале, после основного времени, счет был ничейным 1-1. После дополнительного времени он не изменился, и серия пенальти определила второго финалиста. Чемпионата Мозорского района по футболу. Им стал коллектив Мозорсоль, который пробил 11-метровый удар, и точнее, 7-6 в их пользу. Вообще, вратарь в футболе играет важнейшую роль. Быть может, не такую значимую, как, предположим, в хоккее или гандболе, но тоже, как и в вышеперечисленных видах спорта, страж ворот – это фундамент команды. Будет фундамент надежный, будет и здание смотреться. Пример того же монтажника – подтверждение сказанному. Именно вратаря этой команды можно назвать лучшим игроком первого полуфинала. С этими ребятами я как бы играю уже давно. То же самое, ну, с НПЗ, поэтому, как бы, ну, я уже привык их на игре, поэтому, ну, сыграл просто по эпизоду, вот, в принципе. То есть, ну, как бы, Валеру знаю хорошо, потому что вместе тренируемся, вот. Когда он бил, ну, я знал, что будет бить в ближний, потому что, как бы, ну, кинул взгляд, ну и все. То есть, сыграл, в принципе, по удару. Игорь рассказал нам об одном из эпизодов игры, когда футболист сборной НПЗ Валерий Новоселов при выходе один на один не сумел переграть Барботкина. А сколько еще подобных моментов было в этой игре? Но все угрозы своим воротам ликвидировал этот прекрасный страж ворот, который уже, наверное, думает о финале. Или этот поединок был решающим во всем чемпионате? Ну, я думаю, ну, полуфинал есть полуфинал. То есть, мы бы не можем сказать, что мы здесь уже, как бы, лидеры. Мы сыграли с ДСК, вот, игра показала, что, ну, ДСК тоже неплохая команда. Они нас обыграли в группе, заняли первое место, вот. Поэтому, ну, сольцвот мы не играли. В том сезоне мы сыграли с ними, опять же, в ничью по пенальти выиграли. То есть, ну, это лотерея. Поэтому все команды, я думаю, равные. И, то есть, ну, борьба будет нормальной в финале. Любопытно, что свою карьеру футболиста Игорь начинал полевым игроком. После нескольких лет занятий футболом Барботкин стал галкипером. И вот как это приключилось? Не жалеет ли наш собеседник, что он отбивает мяч, а не забивает его в ворота соперников? Ну, как бы, вратарем я стал просто-напросто случайно, потому что наш основной вратарь поступил, уехал в Гомель. Вот, как бы, мой первый тренер, Виктор Васильевич Гурин, он сказал, что давай попробуем. Ну, то есть, я попробовал, получилось. То есть, ну, было неплохо. Вот, ну, и сейчас, в принципе, меня это удовлетворяет, мне нравится. Вот, меньше физических нагрузок во время игры, короче. Но на тренировках, конечно, ну, немножко у меня побольше работы будет. Ну, то есть, пока физические кондиции мне не позволяют играть в поле полные 90 минут. Судя по последним словам Игоря, он еще рассчитывает поиграть полевым игроком. Ну что же, выразим восторг такой всеохватностью, что ли, вратаря-монтажника. И подивимся тренерскому чутью одного из тренеров юношеских команд футбольного клуба «Славия Мозырь» Виктора Васильевича Гурина, который увидел в Барботкине задатки вратаря. И, как всегда, Виктор Васильевич не ошибся. Еще одна тренерская победа футбольного клуба «Славия Мозырь». Это выход монтажника в финал чемпионата района. Ведь эту команду к победе ведет замечательный специалист. Всецело преданный футболу Вячеслав Федорович Шевчик, которого мы хорошо знаем по работе в футбольном клубе «Славия Мозырь». Кстати, перед этим финалом Вячеславу Федоровичу пришлось решать сложную задачу. Как играть без нескольких ключевых игроков монтажника? Того монтажника, что выступает во второй лиге чемпионата страны. К тому же, эти игроки в полуфинале играли против подопечных Шевчика, так как они, эти футболисты, защищают на чемпионате района через своего предприятия, через сборную Мозырского НПЗ. Сложно, конечно, было нам без ребят, которые играют за нефтепрерабатывающий завод, потому что мы, по большому счету, все равно мы одна команда. В данный момент мы просто чуть-чуть разделились. И лично для меня, и для команды монтажника, конечно, было проблематично, то, что ребята играли уже как соперники. Но показали обе команды очень достойную игру. Конечно, мы не думали, что нам легко придется, и мы это прекрасно понимали. Очень хорошая команда нефтепрерабатывающих завода. Но повезло сегодня нам больше. Поэтому мы забили мяч и сумели отыграть на ноль свои ворота. В этом перенесе Вячеслав Федорович поставил перед своими подопечными задачу – первое место. Или это турнир для монтажника, прежде всего, подготовка к играм второй лиги чемпионата Республики Беларусь? Конечно, задача у нас стоит первое место. Это беспрекословно, но и в то же время мы используем это как подготовку к очередным матчам чемпионата Республики Беларусь во второй лиге. Потому что играть игру на чемпионате города вместо тренировки очень намного практичнее и лучше, чем проводить тренировку. Вячеслав Федорович тренирует команду футбольного клуба «Славия Мозырь» 2000 года рождения. Плюс, как мы видим, монтажник. И вот где берет время и силы этот специалист для успешной работы в двух футбольных коллективах? Тяжело, конечно, приходится однозначно, потому что я с монтажником работаю в вечернее время. Это уже время, которое после работы, после 18 часов. И только так. Конечно, сложно приходится, вопросов нет. Но здесь польза есть несомненная в том плане, что мы подтягиваем молодых ребят. Мы используем сейчас достаточное количество молодежи. И пока они в тренировочном процессе находятся. Конечно, играют за команду на данный момент. Они пока еще не играют, но у них еще есть чемпионат лицензирования. Но это наше будущее. Трудно не согласиться с Вячеславом Федоровичем, которому мы желаем успехов в дальнейшем и творческих сил. Ну и наш следующий собеседник – легендарный представитель мозырского футбола. Когда-то победитель вот таких соревнований, а сегодня – директор футбольного клуба «Славия Мозырь» Андрей Григорьевич Василец. В общем, футбольный клуб «Славия» ранее «Полесье МПКЦ» – это клуб, который был создан именно за счет массовости. И первые кадры – это наши воспитанники тех команд, которые формировали те команды. Они вышли именно вот с этих соревнований. С городского футбола, с тех команд, которые от предприятий участвуют в этих соревнованиях. На сегодняшний день задача футбольного клуба «Славия» состоит в том, чтобы создать структуру, при которой дети, начиная играть с малого возраста, проходили через вот такие соревнования и доходили до команд мастеров. Набирались необходимого мастерства и опыта и уже составляли конкуренцию в старшей команде. На сегодняшний день мы видим в этих командах, которые сегодня играли, НПЗ и «Монтажник» – это все воспитанники нашего мозорского футбола, за исключением тут пару человек. В общем-то, и нам радостно. В любом случае, мы как тренеры, мы выиграли в любом случае, потому что наши воспитанники показывают достаточно высокий уровень. Если мы можем отметить, что эти две команды играют на первенство области и «Монтажник» играет во второй лиге. То есть на достаточно высоком уровне. И две команды, которые играют сегодня в полуфинале на стадионе «Спартак» и «Сользавод» и «ДСК», они тоже комплектонны всеми нашими выпускниками. Это все наши дети. И мы, в общем-то, рады, что вот такая плеяда, такого высокого уровня, а уровень футбола в городе действительно повысился. Единственное, может быть, сожаление, что не все руководители предприятий понимают важность и необходимость этих соревнований, здорового образа жизни, которые ребята ведут после работы. Насколько им непросто, может, где-то местами тяжело, но, тем не менее, они приходят и с удовольствием отдаются вот этому прекрасному виду спорта футболу. Еще раз отметим, что юношескую команду «Урожай» и «Монтажник» готовят тренера футбольного клуба «Славия Мозырь» Александр Анатольевич Соблиенко и Вячеслав Федорович Шевчик. «Поскольку у нас тренеров в клубе достаточное количество, то, в принципе, они совмещают свою работу в клубе с вот этой работой на предприятиях. И вот сегодня стоит задача начинать, и мы уже приступили к этому, набираем детей самого малого возраста для того, чтобы большее количество времени, они посвятили этому виду спорта, большее количество времени проводили с мячом за счет тренировочного процесса, они выросли и стали профессионалами, наверное, больше, чем мы когда-то в свое время, чтобы они нас, в общем-то, превзошли». Приятно было видеть на матче и звезд мозорского футбола 80-90-х годов прошлого века, которые и заложили основу тех достижений, которые завоевывали команды в начале МПКЦ, а позже «Славия». «Конечно, тогда команда называлась Полесье, и всех по именам можно и перечесть, наверное, так. Сегодня вот кого увидели на стадионе, это, наверное, и судья Романов Игорь, и Александр Гусаков, это руководитель спорта нефтеперебатовщего завода, и Андрей Есипенок, и гвоздь Сережа, те, кто сегодня не были. И, естественно, в первую очередь отметить Виталия Петровича Павлова, который тоже участвовал, прошел, наверное, всю футбольную карьеру и в команде НПЗ, и в нашем городе. Александр Дашкевич, Виктор Чегорский, Виталий Полищук, в общем-то, и, конечно, нужно вспоминать и собираться, и вспоминать тех, кто сегодня, может быть, не в нашем городе, а куда-то уехали. Но, тем не менее, мы о них помним, мы передаем им привет и желаем всяческого здоровья. А сами мы, в общем-то, время от времени собираемся и вспоминаем наши былые времена, и, в общем-то, как обычно по-стариковски мы отмечаем, что в наше время мы играли лучше и выше били, точнее и забивали больше. А сейчас футбол какой-то не тот на самом деле, все в порядке. Вот, жизнь идет, футбол развивается. Уже завтра на этом же стадионе Полесья в Козинках состоится финальный матч за звание чемпиона Мозорского района, в котором сойдутся команды «Мозор-Соль» и «Монтажник», и где мы вновь увидим воспитанников нашего футбольного клуба «Славия Мозорь». Еще одним видным событием в жизни клуба явилось участие трех тренеров «Славия Мозорь» в праздновании 55-летия футбольного клуба «Шахтер Солигорс», которое проходило 8 октября на базе этого футбольного клуба, и ключевым событием этого празднования стал матч двух сборных футбольного клуба «Шахтер» сборной 20-го и 21-го века. Как известно, в свое время за «Солигорский клуб» играли и играли успешно Михаил Мартинович, Александр Клименко и Игорь Слисарчук. Причем Михаил и Александр завоевывали с «Шахтером» его первое чемпионство в истории. Но и Игорь Слисарчук в начале 21-го века играл видную роль в «Солигорском шахтере». За «Шахтером» я начал выступать в 2002 году во второй половине. Опять же, вследствие того, что славя, скажем так, урезалась финансированием, поэтому надо было искать более приемлемый вариант. И так оказался в «Шахтере». Мог в начале сезона, но, к сожалению, у них не нашлось средств, чтобы выкупить меня у «Мозыри». В конечном итоге они нашли средства, и летом 2002 года я стал выступать за «Шахтером». Скажем так, хорошее время, прекрасное. То есть впервые клуб стал бронзовым призером, попал в медаль в 2002 году. Затем был 2003. Все складывалось, что он будет еще успешнее, но, к сожалению, чуть не получилось. В 2004 году мы опять стали бронзовыми призерами, выиграли кубок. Ну и как бы не планировал уходить, но в конечном итоге, знаете как, рыба ищет где глубже, человек где лучше. Покинул ряды с Олигорского «Шахтера», ну, может, это им помогло. В следующий год они стали чемпионом. Несомненно, что Игорю Анатольевичу было приятно получить приглашение от клуба на празднование юбилея и матч. Глесис Арчук, кстати, выступал на позиции защитника, которую он освоил в последний год своей активной спортивной карьеры. Конечно, было приятно, что пригласили, не забыли. Скажем так, жизнь по-разному складывается. Где-то остались хорошие отношения, где-то хуже, где-то лучше. Ну, приятно было вообще получить приглашение. А когда уже приехали в этот славный город, то, конечно, поразили масштабы. Поразили, насколько Солигорск в футбольном плане развился по сравнению с нами. Хотя мы были на много шагов впереди. Ну, и организация всего этого мероприятия, конечно, оставила очень благоприятное впечатление. Также приятно было встретиться с ребятами, которых по 12 лет не видел некоторых. Опять же, в непринужденном обстановке пообщаться с Юрием Васильевичем, Вергейчиком. Хоть у нас по-разному складывались отношения, все равно было приятно увидеть. Чемпионский шахтер 2005 года трудно представить без нападающего Александра Клименко. А теперь уже Александра Александровича, тренера юншерской команды футбольного клуба «Славия Мозырь». И, наверное, тот солигорский период карьеры Клименко, тот шахтер остался в сердце этого замечательного спортсмена и тренера навсегда. Конечно, остался. Играл 4 года. Золото, 2 бронзы, 2 финала кубка. Правда, ни одного выигрышного. Но ничего страшного. В памяти остались, так как первые медали – это была первая эмоция. Это что-то необычное. Впечатления от празднования 55-летия клуба тоже, наверное, остались незабываемые. Неизгладимые впечатления, конечно, особенно от базы. Просто супер. А то, что приглашение получил, да, очень приятно. Не только я с Мозыря Мишем Ратиновичем, Игорь Селесарчук. Было очень приятно встретиться со старыми знакомыми, друзьями. В этой атмосфере побыть. Хотя бы два дня. Матчи, подобные тем, что прошли в Солигорске, ранее в Борисове, когда сборная БТ всех времен встречалась с ветеранами итальянского Милана, очень важны для популяризации футбола. Особенно это касается интереса со стороны детей. Они видят совсем рядом своих кумиров, имеют возможность с ними пообщаться. Конечно, очень важно, особенно для Белоруссии, которая не избалована таким мероприятием. Мы приехали в Солигорск. В общем, было приятно видеть, как и старшее поколение, как и много молодежи было на той же базе зрителей. Приятно было. Одна из живых легенд клуба «Шахтер Солигорск» Михаил Мартинович. Кстати, в матче сборной 20-го и 21-го века забивший гол и отдавший голевую передачу, что помогло его команде сборной 21-го века выиграть со счетом 4-3. Нетрудно представить, как приятно было уже Михаилу Алексеевичу вновь придемонстрировать свое неуидаемое мастерство перед Солигорским футбольным миром, который остался в сердце Мартиновича навсегда. Конечно, остался в моем футбольном сердце. Я выступал за «Шахтер» с 2005 по 2010 год. И считаю, наверное, что это самое лучшее проведенное время в моей футбольной карьере. Потому что все, что я имею, награды, победы, чемпионства, это все с футбольным клубом «Шахтер». И это город для меня. И город, и команда далеко не чужая. Михаил Алексеевич – один из тех футболистов, кто ковал славу солигорского футбола начала века и являлся творцом первых побед «Шахтера» на республиканской арене. Выигрывали чемпионство в 2005 году. Три бронзы. Правда, было три финала кубка, но кубок так и не удалось с ними выиграть. Такая вот коллекция. Приглашение Михаила Алексеевича на это празднование было ожидаемо. И все же, получив его, наш собеседник испытал радость от того, что его ценят, его любят, его ждут. Ну, конечно, приятно получить приглашение. Тем более, встретиться с ребятами, с которыми я играл на протяжении многих лет. Увидеть, уже не виделись мы тоже очень много лет. Это непередаваемые эмоции. Заряд положительной энергии, я думаю, надолго. И просто увидев, как все изменилось с того времени, какие сейчас там условия, то просто радуется душа за футбольный клуб «Шахтер». Надеемся, Михаил Алексеевич и со Славией Мозырь завоюет титулов не меньше, чем он это сделал с «Шахтером». Тогда в роли игрока, а сейчас в роли тренера футбольного клуба «Славия Мозырь». Кстати, суббота, 15 октября, станет чрезвычайно важным для нашего клуба. Ведь в этот день состоится матч 25-го тура. Беларусь-банк, чемпионат Республики Беларусь по футболу. Сезон 2016 года, среди команд высшей лиги. В 14 часов на стадионе «Юность» Мозыряне принимают команду из Минского района «Ислач». Как видно из турнира таблицы, соперники «Славия Мозырь» занимают шестую строчку, а наш клуб расположился на 11-й позиции. Но подопечные Юрия Иосифовича Пунтуса серьезно готовились к этой игре. И перед родными болельщиками они обязательно продемонстрируют хороший футбол и волю к победе. Болельщиков, как всегда, ждут приятные сюрпризы от футбольного клуба «Славия Мозырь». И уж в точном озрении гости нашего прекрасного города, пришедшие на матч, не потратят время зря. Это точно. Отметим, что дублирующий состав «Славия Мозырь» свой матч проводит днем ранее. В пятницу, 14 октября, на стадионе «Полесье» в Козинках в 16.00. А возвращаясь к высшей лиге, отметим, что кроме матча в «Мозырье» 25-й тур включает в себя следующие спортивные поединки. Гранит Микошевич и Батте Борисов. После этого матча Батте может и, скорее всего, станет чемпионом страны. Нафтанного полоса, Крумкаши, Минск. Динамо-Минск, Динамо-Брест. Матч, как бы это ранее сказали, одноклубников. Шахтер-Солигорск, Минск. Торпед-Белас-Жодина, Ниман-Гродно. Ну что ж, дорогие друзья, на сегодня это все и мы продолжаем готовиться к матчу. Футбольный клуб «Славия Мозырь» принимает на этом прекрасном стадионе «Юность» футбольный клуб «Ислач». Надеемся, этот матч будет результативным для нашей команды, но для этого вы, дорогие друзья, должны прийти на стадион и поддержать, по-доброму поддержать нашу команду. А с вами было футбольное обозрение. Евгений Монрахович, Олег Фицер и Вячеслав Приписнув. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова